Всем доброго времени суток, сегодня у нас запись по реплею, зачел довольно прикольная игра получилась, там на боте без стрима играл, вот потом скачал реплей специально с платформы, чтобы можно было видеть лампиры обоих игроков. Короче говоря, я до этого с ним две игры играл, там в первой игре он меня на 22 убил, потому что у меня всю игру нет пика, вот, а во второй игре я написал FF на 4, потому что, короче, на плохом пике я там пожатничал и там уже не камбэчилось никак, вот. Короче, там было не особо интересно, даже не из-за того, что было проиграно, а тупо пиков как бы нет, чтобы сопротивляться. Вот. Значит, здесь у него пик химики, клетки, паучки, питлорд, ну, короче, через химиков, там, паучков или клетку можно играть. Вот. Вот. Он играет через два химика. Так. Ну, а я играю через морфов, но у меня в чем задумка? У меня имбэпик в целом, вот. Я мог бы попробовать через этого киборга разыграть, но я... Короче, не самого хорошего мнения об этом юните, даже при том, что его апнули, ну, то есть он дешевле стал, но толку от него не особо много. Вот. Поэтому я решил, что здесь выгоднее будет через инконный варик, через морфов и как бы из них сделать стенку тонкующую и сзади добавлять уже фантомов. И делать гиперагрессивный ламбьер, качать кинга, короче, и где-то там дальше уже за счет апнутого короля будет возможность накопить хороший засыл. Вот. Ну, короче, вот, начало разыгрываю через морфов. Мне человек не слал, при этом он там апнул кинга два раза. И я вот на третий левел апнул морфа, на четыре уже понятное дело, что мне пофигу, что он там кидает, я и так дефну. Вот. Устремляюсь в ламбьер. А он у нас играет, ну, короче, как я люблю играть обычно, через три химика, четыре-один. И на пятом левеле, вот сейчас посмотрим, что он будет делать, интересно. Ага. Ну, да. Короче, так же, как я люблю. То есть, делаешь ламбьер и дефаешь пятый левел через, ну, так же, в три химика. И можешь себе позволить там пять или шесть два с учетом того, какие там отводы у тебя. Вот. Ну, у него на пять-два хватило. Ну, я кинул орка. Ну, тут лучше бы, наверное, я заслал урсу. Но он ничего не кидал. Ну, у него вот один вышел под фокус, но потом опять распределение пошло хорошее. И в ноль он дефает, вроде бы. Да. Ну, и я тоже в ноль. Но он мне ничего не слал. В целом, видим, что ламбьер я раньше сделал. Вот. Тут уже у меня шесть три подъехало. Кинул на пять, типа, ну... Просто кинул, потому что не понимал, что там. Не особо читал пик. Так, на шестерку здесь сапается уже один химик. И... Куда он будет слать? Я что-то забыл. Ну, видимо, он на восемь, по-моему, будет слать. Так, на семерку еще один химик. Ну, да, прикольно. У меня же какой вариант? Что я ставлю Крагота, ну, киборга. У меня двести голды. Но потом я подумал, что зачем он мне сейчас? Типа, он все равно ничего не решит. Я лучше дам отвод получше. И буду в фант дальше выходить. То есть, у меня задачи нет дефнуть там какой-то десятый. Я все равно в кингай иду и делаю ламбер. Просто делаем фант и все. Ну, тут я пропускаю без засыла. У него там дефчик, естественно. Ну, и начинаю уже качать короля. Седьмого виспа доделал себе. А, о, кстати. КД. Реди. Ну, кстати, я в игре, в некоторых играх я сидел вообще. Я не видел этого. Там не было такое. Вообще тупо не было надписи. КД Реди. Или там не Реди. Короче говоря, у меня осталась голда. Плюс у меня фантом и морфы. Я подумал, что кинуть на 8 не самый плохой вариант. Вот. Но он, смотрите, у него еще лес остался. Он себе оставил. Видимо, на кинга. Ну, деф от втрихимика это простой деф. Ну, либо микролик. В общем-то, как и у меня. Я там добавил фантому вроде бы. Ну, и пускаем мы одинаково. В том, что у меня на 190 вал и меньше. Ну, ламбер, понятное дело, я быстрее делаю. Реген там у меня есть вроде бы. Ну, и тоже ему апать не надо. И за счет того, что он сохранил лес, он мне закидывает на 9. Ну, это, честно говоря, было для меня неожиданностью. Что на 9 придет много. Он там еще, да, вот, докинул. Я думал, если и придет, то какая-то там мелочь. Ну, я тут стакнул Урсу. Стакнул Хермита. Ну, виву не хотел, но походу тоже стакнул. Короче, пустил прилично. Ну, так-то это много. Ну, там есть залитые, можно сказать, что это мертвые юниты на одну тычку, которые от стана падают, по идее. Ну, и все равно я дальше аплокинга, поэтому, как бы, не особо горевал. Тут у меня остается лишняя голда. Я решил, что доставим ему Морфа за 50. Типа покатит. Ну, сделал 7-6. Решил соперника не слать их гулю, потому что, мало ли, там порешает. Короче, он доставил ману. Ну, и мы ни одного баса не дефаем. У нас они тут плохо еще. Получилось так, что все разом идут. Вот, ну, и тут очевидно, что у нас хил уходит даже со станом и регеном в пятерку. И я уже перестаю качать кинга. Но были фанты. Плюс эти киборги жирные. Поэтому, в целом, у меня был план просто наштопать этих фантомов нужное количество. Дальше я мог делать киборгов, например, сколько-то штучек. Ну, и там, в целом, бы стратегия, думаю, развивалась в таком ключе, что вот сейчас у него слабо короля апнут. А у нас уже довольно сильно. И типа, и пофигу, что у нас нет хила. Мы его заставляем аппочкинга засылом каким-либо. Ну, тут это, по сути, один засыл. Засыл на тринадцатую волну. Ему все равно придется сколько-то навложить в короля. Потому что в нули он может дефнуть, наверное, только при раскладе, что ему фантомы падают в роли. А ему падает лорд, мана и лечилка за сто. Ну, в целом, там у него яйцо еще выпало, но все равно так себе. Он подкидывает мне на двенадцать. На весь лес. Ну, потому что он двенадцать дефает. Вот, он себе семь девять аж запилил. Ну, понятное дело, я лекаю. Но король у нас есть. Лез в запасе есть. И тут я решаю придумать такую хрень. Ну, на ламберном не хватает. Ну, сейчас я вроде его закажу. Да. Короче говоря, я кидаю не на все. Ну, как бы тут видно, что вроде и кинул сколько-то. Плюс я кинга еще атаку, да, это все видно. Вот. Может создаться впечатление, что у меня нет леса. Вот. И тем более, считайте, вот вам приходит на тринадцатый. Ну, вот, видите, он пускает двадцать семь штук. Много. Ламбер, ну, понятно, он кинга качает. Вот. В общем, с тринадцатого на пятнадцатый скопить можно не в каждой игре. Ну, это одна из таких игр. Пока он пропускал, я сделал ламбер. Ну, на четырнадцатый я уже решил, что мне нужно достроиться. Типа фанты без танковки тоже плохо могут дефать. Да и дальше уже нужно выходить в танковку. Ну, план у меня был простой, что я, как бы, вот, подкачал под двенадцатый кинга. Я больше его не буду трогать. Буду слать на пятнадцатый. Типа это как раз волна, чтобы он не кинул мне шестнадцать. Много. И мне не пришлось, опять же, вливать в кинга лес. Потому что у меня нет хила типа, и чтобы не проиграть, соответственно, я должен лес тратить. Кидаем на пятнадцать. Тут я уже выстраиваю себе танковку из киборгов. Там в целом по цене 2200 хп за 450 галды не так и плохо. Плюс они там что-то режут еще. Вот, кидаем на пятнадцать. Сейчас посмотрим, что по дефу. У него, кстати, есть отвод еще. Ну, тут он и не особо решил, наверное. Демон тут никак не обошел войско. Но все равно он довольно быстро начал лупить. Урса не умирает еще. Дает свою ауру. Ну, в общем, большой пропуск для пятнадцатой волны. Ну, оно и не мудрено, потому что он сделал себе 7-11. То есть очень наглая игра. Ну, он не ждал, понятное дело, что ему придет на пятнадцать. Вот. Ну, тут понятно, по ломберам у нас одинаково. Но дальше он уже не делает. Он уже видит, что по вэлью все не очень здорово. И нужно уже страховаться. Что он делает? Он, короче говоря, кидает мне на шестнадцатый кряку. Ну, типа на инком. Он, типа, думает, что сейчас вот на хадесах, короче, на мане он сейчас будет в миди раста играть. В лейт. Ну, и так как у него высокий ломбер и так далее. Вроде как выгодно слать постоянно каждый левел. Он мне и на семнадцатый тоже подкидывает. Но я, видя, что происходит, качаю себе ломбер. Пока он мне дает возможность. Ну, то есть я понимаю, что я буду по чуть-чуть пропускать. Но не критично. Типа у меня есть король. Вот, и за счет этих ликов, короче, тянется время, и я делаю ломбер. А он набивает себе потихоньку инком, и все это в вал направляет. Ну, тут я, по-моему, семь четырнадцать останусь. Типа план был то, что я кидаю на девятнадцать. И, типа, то, что у нас это первый пик. И после засылания на девятнадцать у нас будет такой огроменный инком, что там уже нас не догнать, даже если мы будем в миггерасты играть дальше. Вот. Закидываю на девятнадцать. Что там у меня еще скопится? Тайт, по-моему, накопится. Ну, ладно, там попозже. Вот здесь постройка. Тупо Ходесы под маной. Тускар апнутый. Лечилка. В общем, довольно забавно. А, кстати, да. Это командор и демон стакаются. И что, у меня постоянно у нас говорят путаницы, что они не стакаются, а они работают. Но я иногда кидаю, а иногда нет. Вот он пускает шестнадцать штук, потому что пик у него плохой для этой волны. Ну, думаю, у него перегрев сто в элью всего. Вот. И он, как бы, понимает, что надо аппетинга. Что проблема тут. Ну, тут надо было варлока сразу. Ну, вот остается десять тараканов, и они его догрызают. И, по итогу, мы из-за ситуации, что мы сливаем хилл на десятый, вбираемся, типа, ну, стратегически банально, то, что у нас есть деф дальше всех волн милишных. Более-менее, типа. И то, что у нас был король неплохо. Аппнут, за счет этого мы могли в стратегию играть. Вот, а он перенаглел с ломбером, за счет чего очень плохо дефнул пятнадцатый. Ну, хотя у него в целом пик плохой против пятнадцатый, но если бы он не было, не было бы у него там семьи, сколько у него там было. У нас одинаково, по-моему, ломберы были на пятнадцатый. Если у него даже не больше. В общем, там супер наглая игра от него была. Будь у него больший вал, я думаю, он мог бы хилл сохранить. И на девятнадцатый он тогда бы не умер. И вообще, возможно, игра по-другому пошла. Но, собственно, его право. Ну, плюс, говорю, да, то, что вот он не ожидал. То есть вот эта фича, не фича, а просто мув такой, что кидается не на все лес, а оставляете там, ну, типа 400-500 где-то леса. И если у вас там семь девять или семь десять, то вы успеваете накопить, чем даже на пятнадцатый левел. Такой неплохой засыл. Там демон кряк, вэрлок, курса, по-моему, у меня накопилось. Вот. И за счет чего как раз-таки мы и застали врасплох соперника. Ну, это, пожалуй, единственный интересный момент в игре. Если не учитывать саму, как бы, стратегию через морфов и фантомов, то, что мы вообще как бы без танковки играем. Полностью милишный пик, полностью сплэш такой идет. Типа мы вообще не дефаем десять, нам пофиг на него. Ну, конечно, я рассчитывал, что мы без хила бы желательно как-то справиться, но нужно было на восемь тогда не делать засыл. По сути, мы в никуда закинули, там слишком маленький был пропуск. Но инком тогда не такой был бы. Но в целом, возможно, там бы эти апы и порешали бы, там, наверное, апов шесть. Где-то так. Ну, пять-шесть. Да. Думаю, порешало бы. Вот. Ну, да. Надо было в кинга. Тогда бы хил сохранили. И тогда бы он тоже на очке сидел. И точно по ломберу бы не наглел. Вот. Все. Все, что я хотел показать.